Первый в этом сезоне рейд по незаконной торговле елками провели сотрудники мэрии и полицейские, что грозит продавцам без документов, узнавала моя коллега Виктория Зыкова. Чем ближе к Новому году, тем больше стихийных елочных рынков появляется в городе. Вот эти елки как бы ничьи. Их хозяева сели в машины и притворились таксистами. А все потому, что разрешения на торговлю именно здесь у них нет. Рынок на Тихоокеанской 201Б насчитывает пять несанкционированных точек продажи елок. На двух из них продавцы все же появились. Салиф рассказал, что приехал из Азербайджана. Под Новый год решил подзаработать. К штрафу за несанкционированную торговлю относятся как к неизбежному злу. Штрафу это мы как это? Сезон 10 дня все. Сейчас проверка будет. Нам тоже тяжело. Вам тоже тяжело. Мы друг друга понимаем. Чтобы избежать штрафа и других сложностей, продавцам необходимо было заранее обратиться в администрацию города, чтобы оформить разрешение. В Хабаровске в этом сезоне торговать елками официально можно на 87 точках. Рынок на Тихоокеанской 201Б в их число не входит. Ближайшее разрешенное место через дорогу. Это административное правонарушение статьи 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях. Сумма штрафа по данной статье предусматривает от 2 до 3 тысяч рублей. Интересно то, что у некоторых продавцов разрешение все-таки есть. Только вот адрес в них указан другой. Тамовский бульвар получается. Здесь мы находимся на улице Тихоокеанской. По словам сотрудников управления торговли, такие штрафы они могут выписывать хоть каждый день. Но продавцов это не очень пугает. Виктория Зыкова, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Список мест законной торговли живыми елками можно найти на сайте городской администрации в разделе управления торговли.